Меня зовут Волкова Елена. А как вы сказали об этом конкурсе, почему решила поучаствовать? Я давно увлекаюсь фотографией, для меня это много значит. Нашла я ВКонтакте, нашла группу, решила вступить, посмотреть, и меня привлекло это предложение, и рассчитав свои силы, я поучаствовала в этом конкурсе. А как рассчитываешь свои шансы на победу? Я считаю, что все участники талантливые, сильные. Конечно, как всегда, надежда есть, и я думаю, что, в принципе, моя работа котируется на фоне остальных. Думаю, что в главной участии, конечно, победа будет приятно. А расскажи, какую фотографию ты представила, из какой номинации, по чьей номинации это? Я представила три фотографии в трех номинациях, но моя фотография только прошла в номинации цифровая обработка. Но я считаю, это и так достижение. Эта фотография тоже несет некий смысл. Я давно занимаюсь и фотографирую людей. Эта идея пришла ко мне так спонтанно. Эта фотография несет в себе смысл, наверное, расставания двух людей. И нельзя как бы вернуться. И с фотографии, называется, время лечит. То есть, я думаю, что время вылечит. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Афанасьев. А в каком этапе работы ты представила, из-за этих номинаций, по чьей работе? Почему именно эти работы? Работа представлена на стенде в номинации «Необычный Воронеж». Снята фотография ночью, где-то на проспекте, наверное. Я точно уже не помню. А почему ты выбрал именно эти фотографии? Это такие фотографии? Ну, не знаю. Возможно, я был таким не единственным, как впоследствии оказалось. Что мне показалось, что необычный Воронеж – это ночной, с красотой ночных огней, улиц, машин и так далее. А вы же, пожалуйста, часто ставили, как участвовали в подобных мероприятиях? Ну, стараюсь как можно более часто. Мне это очень интересно. Мне интересно посмотреть на работы других фотографов, оценить себя с ними. Когда ты занимаешься фотографией? Ну, несколько лет. А почему ты занимаешься фотографией? Ну, потому что это особый вид искусства. В нем можно себя проявить, показать как-то с лучшей стороны, чем, мне кажется, в других. Ну, на это трудно ответить, честно говоря. Скажи, пожалуйста, давно занимаешься фотографией? Да, занимаюсь один год. Ну, полтора даже года уже. А почему ты выбрал именно такое направление? Я до этого занимался рисованием. Мне нравится рисовать, собственно говоря. И я нашел себя в фотографии, потому что можно дорисовывать фотографии, что-то свое, и преподносить это людям, как бы, через фотографии еще. А как узнал о конкурсе? Почему решили проучаствовать? О конкурсе узнал через интернет. Знакомые кидали ссылку неоднократно. Сначала, когда кинули, я посмотрел, мало работ было выложено в самом начале. И я подумал, что, ну, как бы, нет смысла выкладывать. А потом уже больше и больше стало человек говорить, что что-то происходит, уже работы пополняются. И я вот, собственно говоря, через контакт, через интернет узнал все это. А как оцениваешь свою шансовую победу? Ну, нормально оцениваю. Я, у меня есть тоже знакомый фотограф, у которого работа даже не прошла, но я его работу очень сильно ценил. Как бы мы, не знаю, вроде как и судьи хорошо оценивают работу. Вроде как... Хорошо. А расскажи, пожалуйста, где была сделана фотография, кто модель на фотографии? Модель на фотографии зовут Лера. Она, ну, как бы, неизвестна в кругу моделей, а как бы просто девушка знакомая. Фотография была сделана в Боровом. Это речка. Вот. Был дождь сильный. И мы, в общем-то, выехали на машине и фотографировались там. Это где лагеря, так скажем. А это возникла идея такая фотография, или спонтанно просто приехали, или был бы фотография? Вообще, изначально, как бы, у меня идея, именно вот эту фотографию была сделать. То есть, на фоне радуги девушку изобразить. А как бы поехали буквально спонтанно. Вот. И все, хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Бутин Василий Григорьевич. Скажите, давно вы занимаетесь в Боровом? Года три, наверное. Балусь. А вы не профессионально, а в Боровом? Нет, любитель. А почему еще не выкатил? Как вы на него пришли? Съездил на Кавказ. Там очень красивые виды. Наснимал что-то на мыльнице. Ну, и захотелось продолжать. Сменил мыльницу на зеркалку. Продолжил. А почему именно метод отъеха вы выбрали для того, чтобы фотографию отправить на полу? Ну, потому что, наверное, из сильно обработанных. У меня это одна из единственных. Ну, и потому что это именно Воронеж. Узнаваемый. Все-таки конкурс «Яркий Воронеж». Вот. Это находится в парке «Дельфин». Маяк старый. Поэтому еще у нее. Пусть стоит. Пусть, Анастасия, пожалуйста. Аксена Анастасия Сергеевна. Я любитель, то есть не профессионал, но это не мешает мне развиваться своим творчеством. Безумно нравится фотографировать все, что угодно, все, что вижу. Друзей, знакомых. Конкурс дал возможность просто показать то, что я умею свое. Не то, что искусство, но просто как вот то, что я люблю, чем я занимаюсь. Скажи, а ты научилась здесь, или, может быть, ты учишься фотографии, или просто... Нет. Просто вот хочу как бы сама развиваться, может быть, найти какие-то курсы, но пока вот чисто как любитель. А как ты считаешь, это хорошо было бы, если бы в Воронеже были хорошие шлюбовые фотографии? Да, я считаю, это дало бы возможность многим, то есть действительно научиться фотографировать. То есть не просто как бы идти, то есть заниматься любимым делом, также как бы этому профессионалу учиться развиваться в этом дальше. Скажи, а где была сделана фотография, почему это эта фотография отправила на конкурс? Это было сделано за драмтеатром. Я решила, что эта фотография просто передает сущность моей модели. Вот такой он улыбчивый, немного загадочный. И как бы место просто было очень... То есть как-то вот гуляли, решили что-то вот такое сделать интересное. А на каком аппарате он стал? Кеннон 1000D. Китовский объектив, все абсолютно непрофессионально, но вот мне очень рада, что получилась такая фотография. А раньше занималась вы какие-то другие медицинские, а вообще рисовала? Да, рисовала, но опять же не училась ни в какой школе, просто вот для себя. Спасибо вам. Спасибо вам. Извините, пожалуйста. Меня зовут Людмила. Ты же давно снимаешься фотографией? Ну, как бы уже давно, любительски, профессионально не очень. А хотела бы, может, включиться к ней? Я отучилась уже. Отучилась? Да. Учебный центр «Конто», если слышали о таком. У меня есть диплом. На Воронеже? Да, да, в Воронеже, на левом берегу. А как считаешь, что, чтобы в Воронеже открывались школы, фотографии? Это дело хорошее. Ну, я считаю, что если у человека есть что-то внутри, оно, в принципе, вырвется даже без учебы. Ты очень интересная фотография, очень интересный момент, но я не запрашиваю. Почему именно эта фотография отправила на код? Ой, я не знаю, она мне так нравится. Вот именно моменты. Я люблю ловить моменты. То есть постановочные фотографии, это все очень хорошо, но нет ничего лучше, когда ты ловишь такой кадр, который потом что-то внутри от него просто трепещет. А как оцениваешь свои шансы на победу? Если честно, я, ну, как бы не очень уверена в какой-то победе. Я много где уже отправляла, выставляла там фотографии, но не то, что там я не верю в шансы, просто очень много достойных работ, очень много отличных вообще фотографий. И дай бог, чтобы выставлялось все чаще и чаще, и ребята побеждали. Просто очень хочется поучаствовать, вот и все. А расскажи еще, пожалуйста, может быть, ты посмотрела фотографии, есть ли какие-то, которые понравились? Да, есть. Я не запомнила там, а, вы имеете в виду здесь именно, да? Есть, да, работа, ну, такие. Вообще мне очень, ну, все практически нравятся, но особенно и есть. Но не буду сейчас выделять никого, но все достойно. Все, хорошо, спасибо. Спасибо вам. Представьтесь, пожалуйста. Каверин Виктор Леонидович. Скажите, как вы знали о выставке? Почему пришли посмотреть? Хотим приобщиться к высокому искусству фотографий в Воронеже. А вам было интересно, если бы такие выставки устраивались чаще? Да было бы неплохо. А вы сами не хотели бы поучаствовать? Нет, у меня нет таланта в этом деле. А вы считаете, можно ли в Воронеже разбивать фонусы, шоссовы, фонусы, шоссовы, шоссовы этого направления? Я думаю, да. Это было бы неплохо. А кто с AgraPier вам больше всего? Не нравится эта тура? Не раз уж не отворачивайся на камеру, пожалуйста. А с маленьким мальчиком. А почему? Жизненно С маячком фотография И с баржей Необычный ракурс И взгляд на обычные места Знакомые как бы всем Вот чем как бы привлекает данная фотография Хорошо А еще мы говорили с мальчиком Где мальчик? Вот мальчик Ну вот жизненно Подмечено тонко Все, хорошо, спасибо Вам спасибо Представься, пожалуйста Никонов Евгений Девчонки давно занимаешься фотографами? Не так давно Чуть больше полугода А почему именно это направление В общем, в общем, в этом направлении Ну, оно набирает обороты, естественно Сейчас много людей этим увлекаются Не знаю, понравилось Очень красиво Создавать что-то свое А скажи, в каком жанре В основном работаешь? В портретах В основном Так, в принципе, в любом Клубная съемка Вот Разбежать свои фотографии Которые тут прошли Вот Климинация Почему Не на эти места Эти руки Какое настроение? Ну, потому что Эти люди самые близкие Вот Фотография девушка Собственно Моя Вместе любим То есть Заниматься Она, естественно Позирует Вот Вообще Случайно фотография вышла Вот Я просто купил объектив Мы пошли его попробовать Грубо говоря Вот Ну и Вышло, что вышло Естественно Немного фотошопа Не знаю Многим нравилось Присел Почему бы не показать Скажите На каком фотоаппарате Акрестина На ником А Еще вопрос Как ты думаешь Что жили в Оруниши Школы Может быть Направлены Именно на обучение Фотоаппарата Курсы Ну просто Не у каждого Лежит к этому Душа Я думаю Что пока Наверное Рано Все-таки Курсов хватает Все-таки В школу Отдельно Если какие-то Делать Курсы В принципе Реальные Я думаю Вполне Была бы Неплохая идея А как ты знал О конкурсе Интернет Естественно Интернет Социальные сети А считаешь Что бы Проводили В прорыве Эти конкурсы Конечно